Материнская любовь Белка, мать этих щенков, совсем недавно чуть не погибла. Неизвестные собаки едва не разорвали ее на куски. На счастье, покалеченную белку вовремя нашли и отвезли в ветеринарную клинику. Подвиг принадлежит девушке по имени Оксана. Она регулярно приносила собаке еду. Клиники решили не накладывать швы, а дать ранам затянуться естественным путем. Понадобились только хорошее питание, должный уход и лечение. Превозмогая боли, слабость после нападения, белка продолжила ухаживать за пятью детьми. Мы покусали собаки. Выяснилось потом, когда в ветеринарную клинику просились, мы покусали собаки, порвали. Бок вот получается пришлось. Ей, как говорится, там, ну не зашивать не стали, полечили. То есть я обрабатывала, приходила. Тишкам постоянно еду приносишь. Жалко малышей. Жалко, очень жалко. А тут еще, что опасно, здесь машины постоянно ходят. Постоянно они рискуют оказаться. Сейчас они уже, как говорится, будки не подержишь. Они уже выскакивают и, как говорится, без всяких предупреждений под колеса. Поэтому, помогите. Мама идет на поправку, но щенкам предстоит новое испытание. Скоро они станут слишком взрослыми, чтобы о них заботилась мама, и слишком маленькими, чтобы самим о себе заботиться. Каждому из них нужен хозяин. По словам опекающих людей, щенки уже начали лаять, различать своих и чужих. Они станут отличными охранниками и помощниками. Вам полюбился один из щенков? Узнать, как забрать одного из них себе, можно по телефону 8-700-367-4606. Жить на милостыню – не самый лучший образ жизни. Но эти коты не живут на милостыню, а выживают. Как и большинству бродячих кошек, этим пушистым любимцам приходится питаться подаянием. Впрочем, в отличие от попрошаек людей, у них действительно нет выбора. Либо проси у людей еду, либо умирая от голода. Каждый раз наблюдаю очень много котов. Котов и кошек, они ходят за людьми и просят постоянно кушать. Хотят найти свой дом, чтобы у них был туалет и корм, и все у них хорошо было. Помогите вы, люди, пожалуйста, найти свой дом, чтобы они жили и радовали вас. Крыша над пушистой макушкой, еда и забота – большего этим котам не нужно. А пока о них некому заботиться, коты продолжают попрошайничать. Вина ли это бездомных питомцев, или все же тех, кто оставил котов на улице. Если вы хотите помочь пушистым попрошайкам перестать быть попрошайками, звоните по телефону 8-777-190-2462. Внимание телезрителей! Разыскивается черный-белый кот. Пропал на улице Муканово в 28-м микрорайоне. Особая примета – кончик хвоста сломан. Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, звоните по номеру 8-778-459-09-16. Разыскивается пес породы Алабай. Пропал на улице Минина. Откликается на кличку Бакс. Особая примета. По словам хозяев, из-за заметного шрама на левой стороне, кажется, что шерсть сочесана расческой. Возможно, пес был украден. Если вы видели похожего пса, или знаете что-либо о его местонахождении, звоните 8-702-649-77-25. 21 декабря в здании экологического музея пройдет предновогодняя выставка бездомных кошек. Организаторы – сообщество «Верный друг». На ярмарке каждый желающий сможет полюбоваться на питомцев и даже забрать себе понравившегося абсолютно бесплатно. Также представлены тематические сувениры и другие товары. Все средства, полученные от их продажи, пойдут на нужды бездомных животных Караганды. Прийти может любой желающий. Начало 21 декабря в 12.00. Проспект Бухар-Жарау, 47. Вы только что посмотрели передачу «Буду верным другом». И с вами была я, Полина Ли. До свидания. И помните, мы нужны им, как они нужны нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...